Добрый день дорогие друзья! Сегодня Пурим Шушан, Пурим Шан Самеях Этот Пурим празднует в Иерусалиме сегодня В городах, которые окружены Брестяной во время Егоша Абиннуна, празднует 15 числа Пурим, это очень веселый праздник, в Иерусалиме особенно Наша недельная глава называется Китеса И Тора особо говорит об умывальнике То есть то, что мы собрали на устройство храма Мы знаем, что меди пошло там 70 кекаров и 2400 шекелей Вот так вот Наши мудрецы говорят, но умывальник это особенное И мы не пользовались той медью, которую мы собрали на храм Для того, чтобы построить умывальник А из чего же мы его сделали? Пишется, что из зеркал женщин, которые столпились там Что значит столпились? Ну дали зеркала, ушли Нет, Маше искал, я не приму Женщины принесли свои зеркала от всего сердца Это особая ценность для них Зеркало было редкость, было оно медное, полированное В общем, они говорят Мы хотим сдать Маше нет Вы перехорашивались, чтобы совратить мужчин Чтобы они с вами рожали детей В общем, для храма это не подходит Но Всевышний сказал Возьми у них Маше Мне угодно то, что они делали Что сыны Израиля тяжело работали в Египте И для того, чтобы женщины им понравились Нужно было быть красивыми В общем, эти зеркала помогали для этого Всевышний сказал, мне это угодно И Маше туда принял И сделал этот умывальник Это особо священный предмет Это не просто умывальник Для того, чтобы подойти к храму Или к жертвеннику Нужно было омыться Пришли коины на работу Или левиты Пошли в баню Хорошо Подойти к храму не могут После этого пошли в Микву Все уже, казалось бы, чистота полная Подходить Нет Всевышний говорит Нет Вы обязаны омыть руки и ноги Вот с помощью этого умывальника Который между шатром откровения и жертвенником Как там происходило Одновременно мыли правую руку, правую ногу Потом левую В общем, вот так вот Точно мы не знаем, какой это форме был Здесь мне широко наподобие самовара выглядел В общем, не знаю Предполагают мудрецы только Тора говорит Подошли к умывальнику Омыли руки или ноги Тогда заходим в храм Или подходим к жертвеннику Без него никак нельзя И Всевышний говорит Не подвергайтесь жить своей опасности То есть человек, который Минует умывальник под вид храм Он рискует жизнью Может умереть Вот так Настолько это серьезный предмет Без него служение невозможно После этого Тора подходит тому Что мы называем Масло для помазания То есть особое масло для помазания И пишет его состав Пишет 500 шекелей кассии Священной корицы Дважды по 250 шекелей И ароматного тростяка 250 В общем и чистой мир В общем там По моему 250 По моему чистой меры 500 шекелей Потом Ароматной корицы Дважды 250 шекелей Потом 250 шекелей кассии Ароматного тростяка 250 шекелей Можно себе представить Что такое 250 шекелей Это же много денег Смотрим эту корицу Ну она там может и Не самая дешевая пряность Но Что такое Взять Дважды по 250 шекелей То есть стоимость пещеры Махпела Со всеми деревьями С полем Со всем пещерам Все это Цена этой пещеры Была 25 серебряных шекелей Наши мудрецы говорят Можете себе представить Что такое Дважды по 250 Какое количество корицы Можно на это купить И других снадобий Это же Невероятное количество А масло говорит Возьмите один гин Что такое один гин Ну максимально в наших Молитминках Среди гин Это 6 литров Смешайте И получится масло Масло это не то Что там Сухой порошок Там грамм Пропитанный Маслом Что же это будет 6 литров масла Такое количество Дать Трав растертых Вообще Все сухое будет Что это такое Как это можно Так смешать Чтобы именно масло было Потому что Написано в словах Что стекало Масло На бороду Огорода Капало Как это может Такое быть И есть мнение Мудрецов Как это делать Рассказывают Что брали Бросали Его Воду Масло И Вот этот Вот эти все Пряности Бросали в воду И кипятили И сквозь масло Проходил пар Запахом Этих трав И масло Набиралось Запаха Этих трав И становилось Священным маслом Для помазания И тора И тора запрещает Делать масло Для помазания Именно Точно В таких пропорциях И тем более Нельзя постороннего человека Им помазать Этим маслом Нужно помазать Сам шатер Откровения Ковчег Завета Стол Стол Предложения Там где ставится 12 хлебов Каждую пятницу За неделю Потом Минору Потом Нам помазать Маленький Жертвник Золотой И большой Жертвник Который во дворе Храма И умывальник О котором мы говорили Тоже помазать И помазать Огрона И его сыновей Помазать Этим маслом И написано Все что Соприкоснется С этими Предметами Помазанное Священным маслом Становится Священное Само Вот так То есть Это работает Так То есть Если мы Другие пропорции Сделаем Это не является Нарушением Закона Возьмем Больше Снадобий Или меньше Но точно Таких пропорциях Делать нельзя Ну так вот Потом Тора Рассказывает Нам О Смеси Благовоний Которую Каждый день Сжигает Сжигают Утром В храме После того Как Почистили Пложки Светильника Подходит Огорон И Возжигает На маленьком Жерниках Золотом Смесь Благовоний И перед тем Как зажечь Минору На ночь Тоже Подходит Огорон И зажигает Смесь Благовоний Пишут Наши мудрецы Что это Любимая Жертва Всевышнего Потому что Не надо Резать Животных И У нее Очень большая Сила Запах Осожжения Этой Смеси Проходит Далеко За многие Километры От Русалима И слышен Везде То есть Очень Невероятное Событие Происходит С этой Смесью И Можете И это И утром И вечером И так Каждый День И за Дня В день И все Это Слышат Запах В общем Такое Невероятное Вот что Тоже Пишется Что там Идет Четыре Вида Ароматной Смолы Что это Такая Смола Это Смола Фруктовых Деревьев Четыре Разных Вида И Другие Там Написано Снадобья И еще Которые Сами Ваше Усмотрение Какие Снадобья Возьмете То есть Коины Должны Знать Еще Снадобья Которые В Торе Даже Не указаны Там Так Пишется Вот так Вот Тоже Делать Подобную Смесь Точно Такую В таких Пропорциях В храме Тоже Нельзя Вот так Написано Вот так Вот А на Сегодня Наш Урок Заканчивается Урок Был дан За Поднятие Души Мойша Бен Давид Берт Абат Исраэль В памяти Яков Бенахум Владимир Бен Григорий Павел Бенефим За Здоровье Светлана Бен 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 Борис Бен Мария Анна Бен Рив Каполина Перв Бен Соня Сура Лена Бен Ида Анна Бен Елена Ефим Бен Эстер Двой Бен Моисей Бен Ева Ирина Бен Двой Йосиф Бен Раиса Иниса Бен Еле Евгений Бен Бер Ида Фира Бен Анна Геннадий Бен Елена Мойша Бен Маня Елена Бен Инесса Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бенцаров Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Малка Руд Бат Соня Юрия Бат Белла Яков Йосиф Бенрахель Шимун Бенмира Фейга Бат Берта Ася Бат Года Марк Менина Йосиф Бенфрума Леор Бенклара Рафаэль Бенклара Хана Цепора Бат Сара Ида Бенхая Авива Эфим Бенцони Бая Бат Фаина Алексей Бен Ольга Гая Бат Сарит Масло Борсас Гула Ирина Батури Орона Ребенури За хороший дух Орона Ребен Двор Роднись Бенахума Багаль Бат Сара Хана Бат Абрагам Рафаэль Эрли Лей Бен Лариса Парасай Блют Лейр Бен Рая Марина Бат Рая Анна Бат Александра Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем Браха Параса Каманам Мазл Топ Что мы это время не грешили Учили Тору Всем все самое на лучшее Желаю всем крепчайшего здоровья Еще раз пули в шансом Пусть закончится эта страшная война Этот месяц у нас в Торе решающий Всегда Выигрываем все суды И до следующих встреч Надеюсь это состоится завтра В 15 часов Шалом